Подобные встречи с коллективами различных предприятий стали уже традиционными. Ведь это возможность напрямую пообщаться с руководителем района, задать вопрос и главное тут же получить ответ. Антонина Зорина, заведующая детским отделением, не стесняясь заявила, нам нужна санитарная машина. У нас одна машина в приемном отделении, и она часто бывает занята, и скорая помощь не доезжает до нас, потому что у них очень большая нагрузка. Вот эти пациенты, которые обратились сами, они сидят в приемном у нас до четырех часов. Может быть мы поможем Минздраву за счет своего бюджета. Вопросов было немало, в основном касающихся трудовой деятельности, и это естественно, ведь каждый сидящий в зале посвятил свою жизнь медицине без остатка. Как, например, главный районный травматолог Василий Головчак, которого в этот день поздравляли с 60-летием. Поздравление получила и поликлиника Бутово-парка, победитель областного конкурса «Бережливая поликлиника». Накануне в Монике чествовали лучшие медицинские учреждения Подмосковья. Награды медикам вручал губернатор Андрей Воробьев. Заведующая поликлиника и Бутово-парк Елена Зинатулина уверена, останавливаться на достигнутом никак нельзя. Наша поликлиника вошла в топ-10 лучших поликлиник по Российской Федерации. Борьба пока продолжается за призовые места, и мы надеемся, что мы одержим победу и в российском конкурсе. Современное оборудование и принципиально иной подход к обслуживанию – вот что выделяет Бутовскую поликлинику среди себе подобных. К этому, сказал на встрече с главой муниципалитета главный врач районной больницы Виктор Барсук, стремятся все медицинские учреждения Ленинского района. Олег Хромов отметил, что важную роль в качественной работе сотрудников здравоохранения играют меры социальной поддержки. И самое важное в современных условиях жизни – предоставление жилплощади медицинским работникам. Именно так стараются привлекать и сохранять кадры в муниципалитете. В этом году сейчас ваш руководитель, ваш профсоюзный комитет уже занимается подбором, а поступили уже ряд заявок. Мы выделяем 15 квартир сейчас в систему здравоохранения. К слову, один из вопросов касался именно предоставления жилья. Сотрудник отдела кадров больницы очень просила, чтобы выделяли не только двух- и трехкомнатные квартиры, но и однокомнатные, потому как есть люди, которые более 25 лет ждут своей очереди. Двушки, трешки – жилье мы получаем. Ну давайте посмотрим, поболимся за несколько однушек. В завершении встречи глава района поздравил с предстоящим праздником всех представителей из прекрасного пола, трудящихся в здравоохранении района. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжение следует...